Всем привет! Меня зовут Артём Курявка, я представляю небольшую команду Лива Рава. А где микрофон? Тут встроен. А, здесь, окей. В которой было 5 человек. И, собственно, мы делали одноимённый экстеншн Лива Рава Хром Экстеншн. Суть его очень простая. Мы заходим на странички. Он анализирует, на какую мы страничку пришли. Сейчас я закрываю всё лишнее. Вот, например, Google. Зашли на Google. Вот, собственно, у нас вверху кнопочка, которая вызывает поп-ап. И мы видим, собственно, ассоциации, которые связаны с Google. Вот. Для того, чтобы понять, откуда они берутся, я сейчас покажу небольшой интерфейс. А вот. Вот, собственно, этот интерфейс открывает доступ к такой себе концептуальной базе знаний, в которой мы можем создавать ассоциации. В данном случае мы видим Google и всё, что связано с Google. Эта база имеет социальную составляющую, где, в принципе, есть приватное и публичное пространство. То есть, если этот нейрон публичный, тогда его видят все. Ну и, собственно, когда мы заходим на какой-то сайт, Собственно, вот эти результаты, которые мы видим, это и есть, ну, собственно, как бы вот эти публичные нейроны. Опа. А чё, я выпал? Не знаю. Всё-таки я. Да, у нас часть с хангаутом. Кто-то дёргал? Раз-два. Раз. Раз-два-три. Выключенный микрофон. Розетка можно. Не-не, вот выпал, почему-то закрылась, закрылась, тупо закрылась вкладка с хангаутом. Одну секунду, мы заходим обратно. Сейчас. Один-два, один-два. Ура. Ура. О, я снова с вами. Наверное... Так, а куда делать всё? Это сверни. Ага, хорошо. Вот, продолжаем. Ну, теперь дальше посмотрим, что ещё можно с этим экстеншном делать. Ну, допустим, мы браузим что-то, вот. Вот. И... Там... Ищем что-то по поводу Львова. Ну, есть такой город в Украине. Надеюсь, я знаю. Вот, да. И, собственно, вот какие-то здесь у нас ассоциации. Какие-то тут даже видео на Ютубе. Вот картинки есть. И... Мы можем увидеть превьюшки. Вот как раз сверху там, в правом углу. Вот. Собственно, если нам что-то понравилось... Вот, например, мы знаем, что, да, Львов это Украина. И мы можем приплюсануть. Но, в данном случае, это... Тут нужно авторизироваться. Вот. То есть, что ещё здесь такого интересного? Если это картинка, мы можем её тут же открыть в новом окне. И, собственно, её посмотреть. А вот... Если это... К примеру, Ютуб. Вот. Мы можем тоже перейти и посмотреть, собственно, это видео. А вот... Если это, допустим, какое-то просто словесное значение... Ну, что, например... Ну, вот какое-то там Мисто. Это город по-украински. То мы переходим на публичный профиль нейрона, где видим аналогичные... Ну, в общем, ассоциации по поводу того определения, которое мы открыли. А вот... Ну, что ещё? Можем, например... Что там? Москва. Нет. О, давайте. Москва. Вот какая-то тут инфа. Да. И вот здесь вот снова видим, да? Какие-то ассоциации, которые связаны. Ну, в данном случае, Хром Хакатон Контест 2011. Россия. В разных исполнениях по-украински, по-русски. Вот. Также видим, что Москва это столица. Вот. Но, опять-таки, можем перейти... Ну, вот, примерно, Хром Хакатон Контест. Вот. Мы переходим, опять-таки, и видим какие-то другие ассоциации. Вот. Опять-таки, мы можем через плагин открыть и увидим ту же самую, в принципе, информацию. Единственное, что сейчас extension работает в тестовом режиме. И он пытается найти как можно больше различных результатов. Но в дальнейшем мы будем делать ещё настройки, которые будут позволять пользователю более точно всё это искать. и, собственно, выделять самые релевантные значения. Ну, и также мы можем это плюсовать. И там, возможно, ещё другие социальные элементы мы прикрутим. Вот. А также дадим возможность нашим пользователям добавлять уже свои ассоциации, вот, чтобы, как бы, и его мнение было учтено. Ну, и, собственно, так можно бродить по интернету и по тем интересным, скажем, уже страничкам, которые нас интересуют. Это может быть связано и с тем же JavaScript, на котором мы так много программировали на этом хакатоне. Ну, вот, допустим, мы на JavaScript попали. Вот. Видим, что это язык программирования относится как к JavaScript. Есть вот такой вот jQuery. Ну, и ещё различные странички, которые мы хотели бы узнать. Собственно, вот пока это всё. Как бы, если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Давайте. Вопросы получат первые. Вы знаете, пожалуйста, существует система Free Payser, которую Google купил в том году, которая содержит более миллионов, если миллион ведь не ошибаюсь, связанных факторов по Мире? И как ваш проект отличается от них? Я первый вопрос. Вопросы получаются тем, что вся информация, которая попадает в эту базу знаний, она только от людей поступает. То есть это не какие-то автоматические парсеры или роботы собирают информацию. Это всё... Но Free Pays делает то же самое. Free Pays собирает данные как раз от живых пользователей. То есть это находка информации в течение нескольких лет. Угу. Ну, собственно... Да, я об этом не знал. Спасибо, что... Можете, кстати, в чат закинуть эту ссылку. Ну, посмотрим. Как бы проект молодой, но динамично развивается. Я надеюсь, что... Ну, то есть у нас активно растёт аудитория. И я надеюсь... У нас ещё есть вопросы. Да, давайте. У нас ещё есть вопросы. Второй вопрос. Как вы собираетесь вылигировать приносить ссылок? То есть, не знаю, как вы собираетесь, как вы считаете, как вы будете убеждаться в том, что вот эти самые ссылки, которые сорвали разные пользователи, будут действительно релевантны? А вот тут, собственно, и включается социальный механизм, потому что, ну, скажем, вес этим ссылкам придает как раз сами люди. То есть, чем более, скажем, полезна эта ссылка либо взаимосвязь, тем выше, тем релевантнее она будет. То есть, это будет, ну, как раз такой функционал, который позволит рейтинговать ту или иную информацию. Мы правильно понимаем, что для того, чтобы пользователи могли сказать, что выбирается тайная или иная страница, им нужно нажать на кнопку «Пис один» в Google Plus или нет? Не только. То есть, я думаю, что мы будем учитывать многие социальные факторы, потому что на сегодняшний момент это и Facebook, и Google Plus, и, ну, скажем так, несправедливо будет учитывать только один из факторов. Вот, потому что... Акцион? Здравствуйте! Так, ладно, здравствуйте! Здравствуйте! Визуализации, которую вы построили. Как вы точно определять визуализации те нейроны, которые у вас есть, частные, а общие? Ну, пока очень простой алгоритм, то есть он, ну, скажем, на данный момент очень поверхностно анализируется. анализирует запрос, вот, и просто пытается найти все возможные взаимосвязи. Нет, нет, я просто помню, я просто не про это. Ваку, как это время, было замечательное окно, в котором была показана визуализация взаимодействия различных нейронов. Эти нейроны, как вы говорили, была публичной, она стала любить, другие нейроны, были показаны связи, как сейчас, как сюда, вот это. Как вы отличаете от нее от других? Тут есть такой тумблер, который переключает, собственно, публичные и... Покажите тумблер, пожалуйста. Ну вот, он вверху, вот, вот здесь вот. А, рядом с адресом такой. Да. Подождите, пожалуйста, 5 или 6 нейронов, к примеру, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Стоп, теперь нажмите на ту кнопку, которая скрывает частную. Ну, в данном случае, сейчас, как, почему-то соединение пропало. Ну, сейчас страшно, давайте, разбирайте. Ага, вот. Давай, давай. Я вот сейчас... Вот сейчас их нету, но я вот сейчас могу добавить, ну, там, секрет, да? Так. Сейчас, секундочку. Так. Сделал. Сейчас, 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 вот он. Вот, он, он, он немножко другого, другого цвета, вот. И он такой с синеньким ободком, и он просто означает, что он приватный. И в данном случае, он не будет виден вот, вот в этом результате. Мы секрета не увидим. Потому что он есть... Или вы не увидите секрета? Все, 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 все не увидят. Ну, то есть, он не публичный в данном случае. Вы даже не понимаете, что на самом деле, если это ваш собственный нейрон, то вы в этом плагине для себя должны этот нейрон... Конечно. Да, конечно. То есть, в данном случае, если вы не хотите, чтобы эта информация была публичной, вы его создаете как приватный нейрон, вот и все. Я думаю, когда вы поняли, потому что в плагине он будет показываться, когда находится приватный контент. А, ну, сейчас, сейчас нету, скажем, авторизации. И в данном случае, он только публичный демонстрирует. Окей, вот, интересно. Еще вопрос. Вы какой способ данных... Храните данные, используете? Вы используете RDE или что-то другое? Еще раз, я не расслышал. Как вы храните данные во всех этих вмешательных нейронах? Это RDE или что-то другое? В концепции схематического веба, где больше туда подошли? Ну, мы используем объектно-ориентированную базу данных. То есть, там информация хранится в виде объектов. То есть, это не NoSQL база данных. Вот, собственно, достаточно быстро работает. И все построено на объектах и связях. Ну, понятно. Мы вам, соответственно, совет, перейдите от объектной системы к FDR формату, когда у вас есть триплэт, в которых у вас есть синтрификатор, собственно говоря, ресурс, а потом какое-то отношение и незначение. Ну, посмотрим, пока сервер выдерживает. Она более эффективно работает, и мы будем больше поставить. Плюс данные будут... Окей, если вам не сложно, потом как-то в частном порядке можем списаться и пообщаться над этим. Да, это была бы хорошая идея. Но, в общем, не знаю, как в комитном спикере у меня впечатление самостоевая штука. Нам нужно, конечно, еще на ней работать, но идея вот хорошая. Спасибо. Вот, собственно, за эти два дня мы сделали весь этот плагин, графический интерфейс, взаимодействие с нашим API, собственно, вывод всей информации. Ну, то есть, как бы полностью все, что касается Chrome Extension, с нуля сделали вот за эти два дня. То есть, само приложение было до этого сделано? Да, конечно. Ну, приложение уже где-то полгода разрабатывается, вот, и оно уже было готово, и, собственно, был готов API, даже был готов JavaScript API. И, в данном случае, он использует через AJAX, соединяется с сервером. Понятно. Ребят, вообще, спасибо. Еще вопросы? Объектно-ориентированное. Какую именно объектно-ориентированную использованию? Есть такая, по-моему, шведы разрабатывают Neo4j. Спасибо. А, есть вообще одна вещь, такую слову? Да, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.